Что? Я трогал на собаку. Думаю, сейчас загалка. Я гляду, думаю, сейчас не надо. Чема! Что такое? Что ты неприветственный такой, Чема? Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами сегодня Ломонос Петр. Мы поговорим о кабачках. Культура, конечно, любимая всеми. Культура, которая богата солями калия, солями магния, очень полезна для нашей сердечной системы. Ну и вообще они улучшают пищеварение. Но смысл не в том, мы хотим, чтобы наши кабачки, вот мы их посадили, и чтобы они давали урожай с весны, как говорится, и до осени, до самой зимы. Можно ли этого добиться? Конечно, можно. Во-первых, для того, чтобы кабачки давали хороший урожай, нужна хорошая заправка почвы. Кабачки очень отзывчивые на внесение органики. Поэтому, если вы унесли органику, то есть, неважно, пирогной там был, это самонавоз, или что-то другое, значит, ваши кабачки порадуют хорошим урожаем. Это раз. Если у вас в органике вмещено очень мало, или вообще не уносили, посеяли, как говорится, кабачки в пустую землю, значит, необходимо унести органические удобрения в виде подкормок. А это может быть необязательно тоже навоз или пирогной, это может быть настой сорняков. Об этом мы рассказывали пару роликов назад, вы увидите в наших роликах, как делается зеленая бродиловка. В этой зеленой бродиловке подкармливаете ваши кабаки. Ну, если брать по удобрениям, значит, кабаки очень отзывчивы на азотно-калийное удобрение. Если будете использовать химическую сторону этого вопроса. Азотно-калийное удобрение, они очень помогут росту кабаков. Также росту кабаков очень помогут гуматы. Не важно, это гумат калия, это гумат натрия или что-то другое. Потому что, как бы, немногие огородники знают, что смысл гуматов не в том, что они являются подкормкой для растений, а смысл в том, что они освобождают почву калия. И калий активно осваивается растениями. А вот это кабак как раз то растение, которое нуждается в калии. Поэтому поливка калием на кабачке дает очень хороший результат. Далее, что еще необходимо отметить по кабачках. Значит, разнообразие кабачков сейчас очень большое. Существуют как сорта, так и гибриды. Вот мы их там засняли и мы им покажем. Чем отличаются сорта от гибридов. Как бы сорта, и старые, и более современные сорта, они имеют ту особенность, что большая листовая поверхность. Большая листовая поверхность, в которой трудно найти плоды кабачков. А вот гибриды, которые не передо мной, видите, листики маленькие. Кабачки, когда вырастают, они все находятся на поверхности. Поэтому собрать такие кабачки – одно удовольствие. Поэтому мой совет вам. По пищевым качествам они одинаковые. Что сортовые, что гибридные. Все эти гибриды, все эти гибриды. Потому что урожай кабачков из гибридов, во-первых, будет в два раза выше. И, во-вторых, вам придется царапать руки. Потому что, сами знаете, кабачки колются. Не придется царапать руки в этих зарослях для того, чтобы собрать плоды. Поэтому севать эти гибриды. Но, я же не сказал, самый главный секрет. Как пробить рост плодов кабачка до самых заморозков, и чтобы кабачки не болели. Ну, делается все очень просто. Значит, вот когда кабачки находят в таком состоянии, как у меня, а это уже появление первых завязей, июль месяц, это можно сказать. Так вот, с июля месяца полезно кабачкам два раза в месяц давать подкормку. Но подкормку даем не под корень, потому что лезть до кабачка трудно найти, где там начало трудно, а в некорневую, то есть по листу. Что мы будем использовать для подкормки? Подкормка очень простая. Это 2 грамма борной кислоты, что равнозначно полыне чайной ложки, и 35 капель йода. Значит, в одном можно мерить капельками этот йод, а можно взять шприц. Взять шприц, полтора деления шприца, это будет соответствовать полтора миллиграмма йода. Взяли, все это растворили. Ну, не забываем, что борную кислоту растворим в кипятке, растворили в кипятке, и доводим раствор до 10 литров, а йод растворим в холодной воде, и потом все это смешиваем. И далее, главный ингредиент, который мы еще не забываем добавить в этот борный йодный раствор, это удобрение. Это может быть кристаллон, это может быть агрикола, вот это может быть даже ваша зеленая бродиловка. Если кристаллон, агриколы, достаточно взять всего лишь столовую ложку на ведро воды, значит, зеленой бродиловке надо не менее литра, взять литр. Растворили, и все это обрабатываем растения. Ну, и вдобавок, замечу, что зеленая бродиловка вам оказывает хорошую помощь, и что в чем? Что она будет защищать ваши кабаки в сочетании с йодом и бором, не только от болезней, но и от родителей. Многие родители будут просто-напросто разлетаться от ваших кабаков. Ну, а плоды, тем не менее, будут экологически чистые и пригодные в пищу. Бор в этом случае что будет способствовать? Бор будет способствовать, что будут кабачков нарастать хорошо залези, они хорошо будут завязываться и не будут опадать. Ну, а йод не даст для того, чтобы эти плоды гнили. Он укрепит иммунитет растений. Попробуйте эти способы, и вы не будете нарадоваться результатом от вне корневой подкормки своих кабачков. Они будут просто осыпать вас, отдаривать богатым урожаем до самых морозов. Удачи вам, хорошего урожая. Побольше этого прекрасного овоща на вашем столе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok